Если максимально упростить метод работы мозга с точки зрения информационных систем, то все, что делает мозг, это преобразует факты в выводы. То есть мозг берет факты, то есть то, что мы видим, слышим, ощущаем, и из этого делает различные выводы. И вся фишка в том, какие именно выводы он делает, то есть какие именно выводы мы делаем. То есть из одних и тех же фактов можно сделать бесконечное количество выводов. А на базе выводов мы, собственно, и начинаем действовать, испытывать эмоции, менять работу своего организма и так далее и тому подобное. Соответственно, чтобы улучшить работу мозга, улучшить функционирование своего мышления и фактически улучшить функционирование всего себя, надо научиться управлять тем, как мы делаем выводы. Точнее, надо научиться делать выводы лучше, чем мы делаем обычно. То есть надо смотреть, вот мы сделали какой-то вывод из фактов. Этот вывод нам пригодился или нет? От этого вывода нам стал лучше или хуже? Он нам полезен или вреден? И если вреден, то надо попробовать сделать другой вывод из тех же самых фактов. И тут свежка в том, что если мы специально об этом не заботимся, то мы просто начинаем повторять те выводы, которые сделали год назад, 10 лет назад, 20 лет назад. Потому что мозгу проще вспоминать старые выводы, чем придумывать новые. И чтобы придумывать новые выводы, более точные, полезные, эффективные, чем старые, надо специально поставить перед собой эту задачу. То есть надо себя все время спрашивать, какой из этого следует вывод. А точно ли тот вывод, который я сейчас делаю, мне полезен, точно ли он точен и так далее. То есть надо специально думать, чтобы делать выводы, а не просто повторять те выводы, которые мы привыкли делать. И чем лучше мы будем делать выводы, тем лучше станет наше поведение, как внутри, так и снаружи, и тем лучше, соответственно, станет наша жизнь, вся наша жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.